Груда горящих досок Они сразу же начали заливать горящие доски Пытались остановить распространение огня Чтобы тот не перекинулся на соседние постройки Вода в шлангах замерзала На улице минус 25 И только спустя 2 часа огонь удалось потушить Специалисты приступили к разборке завалов Трое детей Семи, пяти, трех лет И их 50-летняя бабушка Сгорели заживо Их тела выносили в пластиковых пакетах Маму и годовалую малышку доставили В Шекснинскую больницу Но уже сегодня утром выписали По мнению врачей, их жизнью и здоровью Ничего не угрожает А на пепелище сегодня работают следователи Которые восстанавливают картину трагедии Уже известны некоторые подробности Возгорание произошло на кухне Там вспыхнули занавески Запах гари почувствовала хозяйка дома Хозяйка выскочила на кухню И увидела, что горит занавеска снизу Она, конечно, растерялась Схватила ведерко и облила водой То, что там горит Но, видимо, это не помогло Ну, конечно, паника Ну, растерянность, паника Вот это все Она разбудила мужчину, который Единственное, который спал Во время возникновения пожара Ну, как бы спящего Мужчину тоже разбудили Он тоже растерялся Вот И принялся тушить огонь Снегом Который, как бы, брал с улицы Но и это не помогло Огонь в считанные секунды Перекинулся на одежду Потом на мебель Мужчина дважды выбегал за снегом На третий раз уже не смог зайти в дом Тогда он разбил все окна Пытался спасти людей К этому моменту там оставались четверо Годовалую малышку мама чудом успела вынести из огня Рассчитывала, что бабушка сможет вывести остальных детей Шли минуты, но они так и не появились на улице Сейчас на месте ЧП работают следователи Им предстоит выяснить, что стало причиной трагедии На этот час уже есть несколько версий Две из версий сейчас, которые выясняются Это, соответственно, идет неосторожное обращение с огнем То есть малолетние дети Есть информация о том, что малолетние дети баловались И спичками и так далее Помимо этого отрабатываются версии о том, что причиной пожара могло быть и печное отопление Как сегодня сообщили в МЧС Взрослые не раз замечали, как один из детей баловался спичками Пока детская шалость в числе основных версий Но, как говорят специалисты, и взрослые совершили несколько роковых ошибок Во-первых, первоначальное действие необходимо было принять меры по спасению Находившиеся в доме людей И второе, что был обеспечен доступ кислорода к очагу пожара То есть были открыты двери и разбиты окна Следователи говорят, что эта семья вполне благополучна Оба родителя работали Когда их не было дома, за малышами присматривала бабушка Да, жили они Многодетная семья была Однако, по мере возможности, они осуществляли уход И за детьми Смотрели за ними, полностью воспитывали Сейчас прокуратура Шекснинского района проводит проверку Как местные власти осуществляли противопожарный надзор в этом доме По результатам проверки будет дана оценка Будет дана оценка данным действием данных органов И, соответственно, приняты меры прокурорского реагирования Первые итоги расследования этой трагедии будут известны через 10 дней Такой срок на все проверки отводится по закону Дата похорон погибших малышей пока не определена Продолжение следует... Продолжение следует...